Я вначале хотел бы присоединить свой голос к словам поздравлений. Вере Асхадиной присоединить свой голос и усилить его. Я тут не назову. Зимни, я выключу. Ты выключил, спасибо. Вера Асхадиной, я хотел бы усилить свой голос не только микрофоном, но и Шекспиром. Через оригинал, на котором я вас и поздравляю, здесь я диссертону позволил себе выступить как переводчик. Я помню ваши очень тонкие замечания, которые я в свое время учитывал после докладов на нашей лаборатории. Я просто оставлю... Я спрятую говорить о том новом переводе Вечерко-2, над которым я сейчас работаю. Я буду давать примеры из других переводов. Это и будет, собственно говоря, мотивировкой, потому что это главная мотивировка для нового перевода. Конечно, просто можно начать, наверное, переводить его. Мне очень захотелось, я люблю это произведение. Но все-таки перевод более оправдан, когда он опирается на какую-то вполне осознанную филологическую задачу. А для меня, как непрофессионального переводчика, эта задача всегда имеет филологический характер. Поэтому вначале несколько слов о самой пьесе Ричард Второй, о том, какое место она занимает и какую проблему для перевода сегодня представляет. Картинка красивая, но к ней я вернусь чуть позже, когда буду говорить о метафизическом пласте стилистики в этой пьесе. Ричард Второй – это первая хроника второй гетерологии, второго цикла «Хроник». И более известно, гораздо более они пишут не как о новом свершении Шекспира, а как и о его участии в политической жизни. Потому что пьеса была поставлена одна из этих оснований в феврале 1601 года, предваряя накануне восстания графа Эссекса. Но тем не менее, в этой пьесе говорят и как о чем-то принципиально новом, и не только для шекспировского творчества, как о пьесе, открывающей новую чувствительность и указывающей, первый у Шекспира, может быть, указывающий путь к Гамлету, которая будет создана через 6 лет после нее. Об этом, кстати, еще в конце XIX века их обычно называют как «Первый, кто высказал злости», называют знаменитого историка возрождения и искусствоведа Уоллера Пейтера, и у замечательного поэта Уэра Бастера и Ейца. Сам Ричард II, как историческая фигура, чрезвычайно подходит для этого нового образа, новой чувствительности. Он запомнился, конечно, о современении, как такой интеллигент на троне, человек, любящий музыку, поэзию, хотя по-прежнему вполне мощный средневековый рыцарь, подобно своему отцу и деду, дед Эдуард III, отец Чарный принц, знаменитый. И Ричард, да, в бытовой культуре ему приписывают открытие носового платка, что до Ричарда II с Марканским в самом руках или в край Кафана, ну, в край той одежды, которая была, Ричард привел в эту новую гигиеническую моду. Если один из контекстов Шестпировского творчества – это от Ричарда II к Гамлету, то более близкие контексты, непосредственные – это контекст внутренних хроник, где Ричард II стоит по времени написания между Ричардом III, может быть, одной из самых знаменитых хроник и приближенной к трагедиям, и Генрихом IV пьесой, где появляется один из самых знаменитых шестпировских комических персонажей, вообще один из самых великих его архетипических персонажей Фальстав. А с другой стороны, если появляется год, который называют «Анус грабилис», это был действительно удивительный, 1595 год, два года чумы, когда Шестпир не работал для театра, театры были закрыты, когда Шестпир переводил, писал поэмы и писал сонеты, и вот в 1994 год он входит в новый труп лорда Камергерас, который останется до конца уже своей творческой карьеры, и в этот удивительный год он явно демонстрирует, что в Елизаветинский театр пришел великий поэт, великий трамотург, и в этом почитании награждается Шестпир великой трамотургии и великой поэзии, и обновляет для уже мирового репертуара, не только для мирового репертуара своей тромбы, все три основные жанры Елизаветинской драмы, трагедия Ромео и Джульетта, комедия «Сон в летнюю ночь» и хроника Ричард II. Но если те три пьесы, особенно Ромео и Джульетта, это пьеса, написанная вслед уходящей условности петрартизма, ее переначивающая, то Ричард II – это скорее взгляд в будущее, и главу своей Жизеловской биографии Шестпира я назвал «Если Джон Дон ходил в театр». Известно, что Джон Дон ходил в театр, и как раз в середине 90-х годов, если он ходил, а он ходил, то именно там он мог впервые столкнуться с элементами новой метафизической стилистики, в которой он будет работать. Если говорить о проблеме переводческой в личную штамму, то она прежде всего должна быть поставлена в отношении тех двух основных стилей, в которых работает Шестпир в этой пьесе. Она знаменита как пьеса, наполненная более чем какая-то даже другая хроника острыми сценами столкновения тронного королевского ритуала, а с другой стороны пьеса, в которой рождается метафизический стиль. Я пытаюсь показать, что именно меня не устраивает, и требует, по-моему, переделки. Ну, о метафизическом стиле скажу заранее, забегая вперед, что все переводчики даже XX века даже не попытались побороться с этой стилистикой, потому что последний перевод Михаила Донского был выполнен для издания в 1957 году до создания новой стилистики, до увлечения русской поэзией английскими метафизиками, до создания стиля, на который можно было переводить сколько-нибудь адекватно на поэзию, стиль Иосифа Бровского, который непосредственно переводит, пытается переводить метафизику и настраивает свой стиль. Пожалуйста, прокрутите, что у нас там за первый текст. А, первый, это, по-моему, итальянская цитата, цитата о том, насколько итальянский моде подвержен Ричард Торнин, проскальпируют такие-то вещи. И сейчас я покажу сначала, может быть, я не знаю, надеюсь, что у меня хватит времени показать разное, покажу, как переводить, какой-то вполне нейтральный эпизод вот той ритуальной, тронной присутствии короля речи, как бы вы переводили русские переводчики 20 века. Всего было в 20 веке до нашего времени 4 перевода, я их не буду цитировать. И вот первый эпизод, это эпизод третьей сцены Пермаска. Два слова о том, что происходит. Два герцога, герцоги Хэри Фордон, Болинброк, будущий Генрих IV и герцог Норфок, его имя Ноу-Грей, они яростно бросают друг друга обвинения в измене. И король не требует поединок, чтобы отстоять свою рыцарскую честь. Король Ричард на троне, он в первой сцене первого акта пытается якобы их примирить. На самом деле, ему не нужно их примирение, он хочет им по разным причинам отомстить и с ними разделаться. Но он произносит слова, и вот откладывает их поединок. И в третьей сцене он назначает поединок, который был назначен, перенесен в Ковентрий. И начинается действие перед поединком, но поединок будет сорван Ричардом II, он запретит им сражаться, тем самым нарушив законы рыцарской чести. И, в общем, лишив их возможности отстоять своей чести. И вот первый этот, он обращается к своему кузену, по слову, твоему брату Хэрриборду, он же был Боленборг, с тем, что он сейчас спустится с трона, с тем, чтобы своего кровного родственника обнять, но предупреждают его, что если его кровь, которая одновременно ему родственная кровь, «Farewell, my blood, which you have today now shed, lament we made, but not revenge the dead». Он предупреждают, что мстить он не будет за своего кузена. Таким образом, Моу Брейл показывает, что это будет равным, то единым, и король не будет вмешиваться. Первый перевод XX века Холдковского, 1902 год, он здесь, для собрания сечения про Гаусс и фронт. И я просто что-то комментирую, здесь даже, может быть, не стоит читать, потому что Холдковский что делает? Он по старинке разгоняет количество строк, добавляет вместо 5-7 строк, это огромное увеличение, и придает такую описательность, ну, к тому же архаическую по стилю, описательность этому весьма формленному обращению к королеву. Посмотрите, как у Шекпира, «Castner, Perifold» «As thy cause is right, so be thy fortunate in this royal fight». Шекпир подчеркивает формула с рифмой, как вы знаете, рифма у Шекпира далеко не всегда, и не очень часто появляется в пьесах, и когда она появляется на всякий раз и играет какую-то дополнительную роль. Ну и вот у Холдкова «Сайдем из трона», как его обняют, прощают взаимные царственности, битвы, настольную пульсу и проют, гранит на судье и так далее. Затянуто? Не точно. Следующий перевод – 1906 год, перевод Модеста Чайковского, посвященный КАР Константину Романову. Выдержал уже, мы имеем в виду, да? У тебя презентация на экранчик перед камнем. Слушай, какой ты умный, какой ты умный. Да, я закрыл листами бумаги. Все, спасибо. Значит, здесь уже выровняно количество строк, переводчик не превысил объем и сохранил его ритм. Но тут много мелких неловкостей, создадающих общую течение переводческой архалии. Обращение Брат Герфордский, Ритмоправдивость, справедливость, плакать не то же самое, что оплакивать. Для собранских академий новый перевод заказан Курошевой. По поводу пробных 500 строк редактор Смирнов написал Льву Каменеву в то время директору издательства. Она выполнила прекрасно. И надо сказать, что это действительно мой взгляд лучший на сегодня перевод. Смирнов не разбрасывался подобной похвалой. Перевод в сравнении с двумя первыми. Действительно, из другого времени нового представления о переводе. Это хороший перевод. Сойдем и заключим его в объятия. Кузен, наш эр, счастье будет с тобой. Насколько правым ты вступаешь в бой. Прощай, мой кровь, моя кровь прозьешь. Тебя оплачен, мой ныне не отпустим, скорбя. Здесь, надо сказать, что возникает сжатость объема. Требует иногда мелких неточностей. Которые недопустимы в такой очень точной, выверенной речи, которую обращает король. В это время он хочет показать, что он будет беспристрастным. Что он вовлечен в это столкновение и здесь первая такая неточность. В оригинале король желает удачи, несчастья, форчины. И при условии правоты и рекорда. Насколько право. Пожелание счастья здесь звучит как раз с обступлением от той объективности, которая обещана мог в Украине. И совсем не точная, кровь мою прозьешь. По-английски, my blood. Он обращается к Хэрри Форту, my blood, мой кровный родствен. Дальше он говорит, если твой прозь кровь. У Ши Спира очень часто скользящее значение в одном слове. И если в первом смысле это кровный родственник, то сказать, если ты кровь мою прольешь, это просто неверно, потому что королевская кровь ни в коем случае не должна быть здесь пройдена. Задумав перевод Ричарда II, и теперь заявка принята в серии литературной памяти, я, естественно, полагал, что главным ориентиром и соперничающим текстом будет ближайший по времени перевод Михаила Донского. Но я уже сказал, что он явно проигрывает перевод Куроши в Донской, который известен тем, что переводил очень точно, и точность действительно здесь есть, но он еще всегда претендовал на то, что его переводы должны быть сценичными, хорошо произносимыми. Вот здесь этого, к сожалению, нет. Он как раз, подобно первому переводчику Латковскому, несколько описательно разгоняет эту фразу, эту реплику короля, лишая ее формальности, и мы сами спустимся ему навстречу, заключим его в своей объятии, куда я тебе желаю в битве си успеха в меру правоты твоей. Сей вообще лучше не пользоваться этим, как стилистическим приемом состаривания, когда ставится в седневную позицию сей твоей. Это всегда слабость стиха. «Наш кровь одна, на коль твоя прольется, не мстить, а лишь скорбеть нам остается». Очень вяло по стиху, очень в этом смысле ясно, что можно поправить, придах динамики и некоторой афористичности этим трону сценам. В моем переводе это звучит так. «Сойду обнять кузами Халифорда, и если в деле правды за тобой, победным будет королевский бой, коль профрадную сурдинал пролить, знай, веревать мы будем, но не мстить». И вот дальше я перехожу как раз к метафизическому стилю. Это беседа королевы с одним из придворных после того, как уезжает король в Леониде сражаться, и королева предчувствует, что добром это все не кончится. И она рассказывает о своих предчувствиях и о том, из ближайших сподвижников короля, короля Ричарда, Божьей. Я все-таки, хотя это перед вами, но я прочту этот метафизический... да, конечно, конечно. Я прочту этот метафизический фрагмент, где самое главное – это рождение мыслей, предчувствия, попытка сформулировать это, именно озвучить то метафизическое, что скрывается в душевной глубине, скажем так, или то, что англичане, как раз в отношении Шиппида, называют инвалнесс, внутренне. И вот Буш говорит, что она обещала королеву не печаловаться королевам, а радость королеву, мнению радости. Вот все зачем-то привечают другую гость у себя, печали за тем, что гость меня покинул, верно? Стой милый мне, мой милый Ричард, снова печаль во чреве во рту назреет. Все ближе, содрогая сердца, от ничего нет, от печали горше, чем просто расставание с королевым. Вот эта идееватость речи, повторных звук и повторных слов, которые обязательно в этом тексте, ни что это не пытались сохранить в первой переводчике. А вот дальше Бушик рассказывает и то, что имеет отношение к картине, к так называемой аноморфной живописи. Несколько таких картин, и в данном случае то, что вы видите, было картиной Больдбейна, младшего, это изображение какого-то предмета или лица, которое выглядит либо смазанным, непонятным, либо уродливым. Есть такой портрет принца Эдуарда, даже принца так, у него вытянутый нос, вытянутое лицо, надо найти точку, с которой посмотреть на эту картину, и тогда все в ней становится понятно, и тогда понятно, что у их ног, у ног этих двух французских послов при английском дворе лежит череп, как напоминание о брендности мира. И вот Бушик объясняет, печаль всегда бросит сотню теней, подобных ей, но лишь ее подобно. Печальный глаз связан с текленой дробью предмет на множество частей. Картины ей сделан, ловит взгляд в упор лишь смутное смешение, но с Богу, предмет какого он есть, так ваша милость, взирая с Богу на текцию, круга скажет, а тени больше, чем о нем, прямым же взглядом видит, это тени того, чего и нет. А королева печаль не множит, и вы о том, что есть, иначе же, бросая ложь, взгляд оплакивать придется все подряд. И королева сменчает ему уже совсем этим фитиеватым, непроявленным смыслом, который непроявленный, потому что она в мире, ей не вполне есть. Возможно, врушенному вне есть чувство, все не так, так или это меня гнетет печаль, печаль тишка, как и смысленностью ни о чем, она же пугает, сложно, словно страшным сном. Бушик, ничто лишь по рождению вымыслом ей, королева, и тогда сам вымысл, рожден, и был печаль, и во мне ничто рождает нечто, что печаль меня, ничто из нечто, это печаль, все полностью во мне перевернулось, а что из что неведомо, так что осталось призымянное, ничто. Конечно, я не привел здесь ангельского варианта, а нет, вот он, the nothing that's conceived still derived from some for further grief when it's not so, for nothing had me gone by something grief, for something had there nothing that I grief. То есть, what they had to obtain something, nothing, игра словами, повторами, она же есть в фиспировских сонетах, и, кстати, русский переводчик всегда как стыдливо уклоняется от этих повторов, не акцентирует их, как будто помнит заветный другого времени, завет буалок, что в сонетне нельзя повторять одно слово, два раза, а у Филиппа Сидни и у Шекспира иногда одно слово повторяется четыре-пять раз в двух строчках. И это сознательно, это как бы такое столкновение слов и выбивание смысла, выбивание, а еще считать ли, внимания к этому слову, к его таинственности. Ну, в заключение, я прочту кусочек диалога, потому что диалоги, я вот против, Александр Яковлевич мне подарил последний номер «Иностранная литература», где новый перевод Поплавского «Перевод Артелло», и он, мотивируя выбор этой пьесы для переводок, он говорит, что в русских переводах, к сожалению, а он режиссер, это я очень чувствую, не соблюдается напряжение диалога, реплики не в полной мере отвечают на другие реплики. И вот как раз пример стилистики диалогов, в которой реплика должна реагировать на реплику другого человека. И вот Боленброк изгнан, так как и Моурей, Боленброк остается своим отцом, Джоном Гонтом, самым богатым, могущественным, некогда человеком в Англии, дядей, короля личного, второго его воспитателя. И здесь в основном обмен репликами. Боленброк, ничто на малых сказать прощай, когда язык бы должен расточать печаль и вздорь и сердце на его гон. Печаль и же в отсутствии на время, Боленброк, в присутствии печаль на это время. Всего шесть зимы, скоро пролетят, да, в радости от же печали срок. Представь, что путешествуешь с охотой, Боленброк, вдохнет лишь сердце, подобное, и припомнишь, что путит по премождению гон. Так думай, что в грюмой ступени устало путешествовать алмаз бесценный, это путь домой, Боленброк. Скорее, каждый шаг напоминает, как день по местам, и вынуждает. Боленброк, кто смог как боль удержать в руке, вам высыпать за снежным Кавказом. Отец ему говорит, думай, что все хорошо, что все прекрасно, вот ему отвечает Боленброк. И не мучительно умирить голову, вообразив, что приглашен нафир, и в снегу, не как в кувырках, согревшись мыслью в июльском зное. Нет, вспоминает только хрошен, будешь острее, чувствуем плохое, острее боль, когда звук прикусив, под ним не удается вскрыть нарыв. Гонг. Идем же, сын, поехал с тобой, ведь твой Бог в дикой ладой Боленброк. О, Англия, я на твоей земле, корминице мать, прости, прощай, иду, и пусть с удачей, изгнан он. Горжусь, что англичанин прождем. Кстати, именно в этих пьесах, в речи Дестаро, впервые слово Англия, England, English приобретает новый смысл. England уже обозначает не просто географию, не просто народ, государство. Это нечто, что очень дорого тем, кого изгоняют из этой Англии. И слово Англия приобретает смысл порой, ностальгии, гимна, и не случайно в этой пьесе был напечатан, появился монолог Джона Гонта об Англии, о священном острове, где процветают короли. Это хрестоматийный отрыв для английских школ, по крайней мере, вплоть до последнего времени. И Англия и прощание с ней приобретает особый нерв в этой пьесе. То, что я могла представить и спросить ваше мнение. Спасибо. Игорь Игорь Ильич, спасибо. Есть ли вопросы? Игорь Ильич, если я верно понимаю, то вы переводите Ричарда с той же самой установкой, что вы и переводили Шекстрюровские санеты. То есть, насколько мне помнится, как бы филологически такой точный перевод, то есть перевод, как Павел Ильич, как говорили, как бы приближающий текст к оригиналу с одной точки зрения, русский текст, а с другой точки зрения вы бы хотели, чтобы этот текст звучал, то есть была ориентация на слово театральное. Вот насколько здесь возможно совмещение, полное совмещение этих двух идей или где-то все равно придется идти на консенсус? Вот вы говорили о Ричарде и мне пришло в ум такое вольное сопоставление, которое с переводческой точкой зрения смысл может и имеет, но тем не менее я вот Анна Радлова, она же тоже переводила Шекспира в «При хроники», лично до третьего, и яростно отбивалась от Чуковского и всей компании, говорят, что я создаю переводы только для театра, и вообще в принципе нужно Шекспира тогда упростить, потому что если мы не будем упрощать, то произносить текст будет невозможно, и вообще, значит, зрители не обязаны ходить в театр со словарем, который бы объяснял вращение всех вот консит, да, не знаю, физических сложностей языка Шекспира. Вот насколько консенсус достижим в сегодняшней реальности? Спасибо, в общем случае я его имею в виду. Иметь в виду это не значит достичь, но именно по этой дороге я бы хотел двигаться, и совмещая точность и сценичность, вы понимаете, текст Шекспира в английском, он для актера написан, он должен быть, давать возможность себя произнести и в русском варианте. Хотя я ни в коем случае не претендую ни на то, что я писатель и поэт, я действительно работаю как филолог прежде всего, но берясь переводчик Шекспира иметь в виду только филологическую дословность и филологическую точность, но не обращать внимания на звучание стиха и не пытаться передать по крайней мере сколько-нибудь адекватно эту звуковую сторону поэзии, это было бы большой ошибкой. Поэзия и драматическая поэзия, она всегда живет прежде всего в зумуке. А вот в тех случаях, когда это невозможно, бывают такие места заквозки? Нужно двигаться в сторону как бы театральности слова или все-таки в сторону максимального предвижения к оригиналу? И туда, и туда, но я понимаю, что какие-то места и я бы иначе поставил вопрос. Переводчик должен сохранять тайну и смысл, и не обязательно может быть понимать до конца этот смысл, как загладил Вера Аркадьевич, но он должен объяснить его, сделать его понятным. Вы знаете, вот здесь тоже должен быть эквилибрием между понятностью и соответствием тому, что сказать. В каждом случае отдельно это будет отдельное решение и отдельный выбор. Спасибо. Спасибо. Реплика. Да. Вера Аркадьевича. Я, как-то докладчика, местачки доказывают, что все разговоры о серебряде сводятся к одному, что лучше быть по окатам сторон, где-то не поймут. Но они могут мы этого достичь, решается каждый раз конкретно. Все равно, все равно. И теория тут не поможет. Помогает не теория перевод, но теория знаний техской эпохи, что Игорь Алевышний, как раз, подгамер и делал это сам специально. Спасибо.